Нанимались электроэлектрическими явлениями в облаках, не смогли прийти к единой теории электрификации облаков. Даже известный нам, по крайней мере, Ричард Фейнман, он тоже в своих знаменитых лекциях, фейнанских лекциях по физике, и тогда он описывал электрические явления в облаках, он сделал такую сентенцию, что есть положительный слой, есть отрицательный слой, и почему-то здесь есть какой-то положительный маленький слой в самом низу облака, и было бы очень хорошо, если бы его не было вообще. Это в фейнанских лекциях это написано. Ну, теперь у нас, значит, сейчас после наших исследований появилось такое мнение, что если бы не было этого положительного слоя, то не было бы электрических потоков, потоков электронов, ускоряемых в направлении Земли. Если бы не было бы этих электрических потоков в направлении Земли, то не возникали бы и молнии. То есть, если бы этого не было и молнии, то не было бы и жизни на Земле. То есть, получается, что то, что говорил Фейнан, кучи бы не существовало, если бы этого не существовало, возможно, что жизнь на Земле бы не возникла. Вот такие бывают парадоксы. И, конечно, мы должны понять, что великие ученые основываются на том материале, который у них есть, и они нередко ошибаются. Значит, мы приходим к картине, тоже упрощенной, я абсолютно не говорю, что это окончательная картина электрификации облаков, вот такой картине, то есть положительный большой заряд на верху, это называется главный отрицательный заряд внизу, где-то 4-5 километров, и тогда 10 километров, а внизу находится очень маленький, который, маленькая буква П обозначена, тоже положительный заряд. То есть у нас получаются два диполя в принципе, один дипол может пускать электроны вниз, один на верху. То есть оба работы этих объемных диполей экспериментарных мы зафиксируем. Теперь рассмотрим электростатику этих явных. Это, по-моему, это Раков из института, из института Флориды эти рисунки сделал. Значит, он рассмотрел просто поле, электростатическое поле под 3-метровищными зарядами. И принял, что здесь может быть 40 кг, здесь может быть минус 40, а здесь он взял 3 кг. И, соответственно, взял какие-то высоты. И получил, как распределяется поле. Ну, мы тоже взяли, значит, ту же самую конфигурацию и несколько поменяли все эти вещи, посмотрели, что может быть. Значит, вот красное, это от верхнего положительного поля. Это значит, допустим, наш детектор не находится в нулевой точке, это в километрах. Как меняется поле от того, как мы отходим от центральной точки, над которой расположены эти три заряда. Это обычная, значит, суперпозиция трех полей. Значит, красное – это положительное поле. Синее – это отрицательное поле. Так как оно ближе, значит, оно сильнее. И вот это зеленое – это, опять-таки, положительное поле. Но это положительное поле маленького размера, которое находится прямо над нашей головой. И черное – это результирующее поле. И замечайте, что здесь происходит. У нас это всегда большое отрицательное поле, оно влияет, поэтому у нас будет общее отрицательное поле. Но из-за возникновения вот этого небольшого положительного поля у нас здесь создаются такие горбики. Я их называю «бампами». То есть у нас происходит, вот когда у нас возникает вот эта самая область положительное заряжение, у нас меняется вот эта конфигурация. Чем это подтверждается? Вот здесь у нас измеренная вот эта самая электрическая поле. Видите? Идёт в отрицательную область, и у нас здесь есть такой «бамп». А это у нас зарегистрированный поток частиц. И получается, что когда вот этот «бамп» возникает, у нас максимум попадается в частности. Вот у нас это фоновое значение. Внезапно на сколько минут? На 10 минут у нас идёт резкое возрастание потока частиц. То есть когда у нас создаётся положительно заряженная область, уже типоль может ускорять электроны вниз. Когда электроны ускоряются вниз, они рождают новые электроны. Я потом расскажу, при каких условиях это бывает. Электроны рождают гамма-кванты. Это всё высыпается вниз, и мы видим вот такое усиление потока гамма-квантов на уровне нашей области. И, что главное, таких рисунков очень много. Почти всегда мы имеем увеличение частиц. При отрицательном поле и почти всегда возникают вот такие структуры из самого экстремума отрицательного поля. Как мы получили на том абстрактном рисунке. Ну, здесь я привожу реальное, значит, измеренное поле. Это была вот группа, которая маршал Столсенберг. Они работали сначала в Нью-Мексико, сейчас во Флориде, но они, не знаю, сейчас где они работают. И они изменяли баллонами вот электрические заряды в облаке, в большом облаке. И вы видите, что здесь очень много слоёв, которые расположены один на другим и в разных областях облака. То есть облако это огромное, может достигать в площади сотни километров образования, где здесь много всяких электрических полей. Как я показал на своём первом слайде, в разных областях облака могут возникать электрические ускорения электронов. И радиация полностью заполняет вот это облако в протяжении нескольких десятков минут. Чем мы измеряем электрические поля, то есть электростатические поля наземные? Это вот такой вот типо простой, называется электрическая мельница, простой прибор, который из себя представляет заземлённые электроды, которые покрыты вращающейся решёткой. Это вот такой, которая позволяет на какое-то время экспонировать электрод перед облаком, а потом его закрывает. Когда она закрывает, тогда стекает электрический ток, по которому можно определить, какой был заряд, какое было поле. И этот прибор, в общем-то, довольно хорошо работает. Здесь я хочу показать, как мы можем разного типа молнии отличаться одну от другой. То есть молния, которая может ударять внутри облака, называется интрафан, и целыми её обозначаем, и молния, которая ударяет на землю. Но если удаляет внутри облака, значит, то как минимум нам нужны два источника заряда. То есть два слоя у нас должно быть. И когда мы опять точки удаляемся, то влияние этого заряда больше, и поэтому может произойти изменение направления поля. Вот здесь поле направлено сюда, но когда мы идём, значит, по этой оси налево, то на каком-то расстоянии у нас приходит инверсия поля. Если у нас всего один заряд, этого не происходит. Поэтому по инверсии поля можно отличать облака одного и другого типа. Ну, у нас, значит, на ракансе есть три таких источника, детектора поля. Но ракансы тоже расположены в иневаре. То есть пять наших средств состоит из пяти детекторов, которые находятся, ну, до Элевана, 39 километров, покрытые. Одно Роберта, два Роберта – 12. Конечно, надо больше иметь таких детекторов. Ну, даже с этим детекторами мы можем какие-то, значит, физические выводы делать. Ну, здесь показаны эти молнии. Я уже показывал. Значит, это внутриолочная молния. Это молния, которая бьёт на землю. Это между облаками. Это берёт просто в пустое пространство. Это положительная, редкая молния, которая бьёт с земли. То есть оно переносит отрицательный заряд не на землю, а землю в олаку. И какие картинки мы видим? Вот видите, это положительная молния. Оно идёт вниз. Это электростатическая, не молния. Здесь молнии, конечно, не видно. Это как меняется резкое вот это поле, электростатическое поле, которое мы меряем. Здесь оно видно, что оно идёт резко вниз. Обычно очень быстро это происходит. В течение 100-80 мегамиллисекунд. Наша, я забыл сказать, что эти электрические мерницы, они меряют 20 раз в секунду поле. Поэтому вот эту эволюцию в быстрое поле мы можем хорошо измерять. Это в норомерции мы измерили отрицательное. А в норомерции, значит, уже мы видим положительное. То есть произошла инверсия. Исходя из этого, мы делаем вывод, что эта молния была не наделка, а между двумя центрами, зараженными центрами с облом. Для того, чтобы убедиться в этом, мы также фотографируем. Иногда у нас получается совместить, значит, с фотографией, которая тоже 30 раз в секунду проводится с теми картинами изменения электрических полей. Вы здесь видите, это поле, значит, у нас, молния у нас идет внутри облака, на земле у нас никаких объявлений есть. И тут же мы видим, что на самом деле у нас идет на веревании коррогации норомерции инверсия поля. То есть этот рисунок соответствует картине изменения электростатических полей, измеренных в трех точках в Армении. То же самое здесь тоже очень интересная молния. Вы видите, она вроде хочет продлиться вниз, но она запухает здесь. То есть структура электрических зарядов в облаке была такова, что они не смогли пройти до земли. Это классическая, значит, внутриоблачная молния, и она тоже соответствует инверсии электрического поля и римами норомерции на армении. Это пример наших молний, которые мы регистрируем на армении. Есть интересные молнии, которые, в принципе, хотят вроде наземливиться, а потом поворачиваются молнии и рисуют молнии очень замысловатые. Почему, значит, мы купили американские приборы? Потому что в Америке эта наука очень сильно развита из-за того, что погибает очень много людей, порядка сотни в год, и погибает от молнии в основном, ну, не в основном, в том числе много богатых людей, которые играют в гольф. Если вы видите, это металлическая крюшка, это огромное пустое поле для гольфа. Если создаются грозовые явления, то молния ударит точно в эту крюшку, которая пройдет через него и, возможно, убит. У нас был случай три года назад, когда на арогации гид туристической группы, он поднял зонтик над головой с металлическими этими и его убил, абсолютно. Так что молния не только имеет физическое применение, но она и может налисти очень большой вред. Так, на этом я первую лекцию закончил, в которой обрисовал, значит, объект наших исследований, это грозовое облако. Как оно возникло в атмосфере, что такое атмосфера, какие у нас могут быть измерения, какие поля и почему возникают, и как в течение десятков лет люди пришли к моделям грозового облака, распределения зарядов. И как в последующем мы все это будем использовать для того, чтобы понять, каким образом электроны ускоряются в данных запахах. Вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Значит, вот та картина, когда производились как бы измерения электрического заряда, не модельная картина, а где было много как бы слов, то есть их было больше, чем 3. Получается, что реальная картина распределения зарядовых слоев в облако, она еще сложнее, чем модель, состоящая... Чем 3-больная? Чем 3-больная. Возможно, но мы локально измеряем все это. Если мы смотрим не все облако, которое в 100 километрах, а смотрим, что над нашей головой, то мы можем ограничиться во многих случаях тремя заряженными слоями, как это я показывал на реальных регистрированных случаях. У нас очень много вот такого типа картины, когда из-за отрицательного поля вырастает вот этот самый памп, и одновременно мы имеем большое возрастание гаммы-квантов, которые измеряются на другом. Но, естественно, если мы измеряем, допустим, в течение 3-4 часов какой-то низкоэнергичный гаммы-квант, это значит, что где-то в окрестности периодически возникают такие явления, в облаке, где возникают разные конфигурации, разные напряженности электрического поля, и в других местах тоже, значит, эти лавины возникают. Спасибо.